Хей-хей, здорово народ, какие дела? С вами Серёга Хелл Е, вы смотрите канал Хелл Плей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что мы с вами сегодня продолжаем зловеще баганую и смешную игру под названием Люциус 3. На удивление, вам нравится. Вам нравится смотреть за этой вакханалией, и на самом-то деле я знаю почему, потому что вы все в нетерпении. Когда же мы откроем маленький сундучок педофила, обитающего в одном из домов этого маленького городка? Поэтому-то и лайкаете, поэтому и нравится. На самом деле мне не буду лукавить, самому нравится. Ну а тем временем мы с вами пришли в полицейский участок, ещё одна из целей нашего назначения, и пойдём, наверное, смотреть, что здесь внутри. Давайте будем всё изучать, он как раз там наш полубатя стоит. Полицейский участок, войти. Всё потихонечку исследуем, всё потихонечку делаем. Ммм, странно. Холл пуст. Да, и телек какой-то нерабочий, видите, там, вернее, телеканал не работает. Так. И просто молча поднялся наверх. Хорошо, хорошо. Что у нас тут? Что я могу сказать об этом месте? Ну, большую часть времени здесь находятся только лейтенант Кимбл и Джек. Уверен, здесь найдётся что-нибудь интересное. Ну, в полиции наверняка найдётся что-то интересное. Оружие, например. Вещдоки там разные, да? Так, эту дверь можно открыть. Это сортир. Плывая тряпка. Опа. Сумочка. Взять. Хо-хо-хо. Мы нашли сумочку. Сумочка, сумочка. Женская сумочка. Интересно, кому она принадлежит? Стоит вернуть её владелице. О, ну мы найдём с вами. Мы найдём владелицу. И вернём женскую сумочку. Так. Кто-то забыл её. Кстати, там кто-то, по-моему, какает. А нет, показалось. Мне показалось, что там эти ботинки торчат. Но на самом деле нет. На самом деле нет. Так, ладно. Туалет женский-мужской, судя по всему. Так, зайдём сюда. Офигеть, блин. Вообще никого нет. Нам дают бегать где угодно. Это полицейский участок, я напоминаю. Просто ужасные отношения к вещественным доказательствам. Там разным. Информации конфиденциальной, да? Так, возьмём это дело. Я уже не знаю, зачем мы их собираем. Я уже не помню, в предыдущих частях нафига мы их собирали. Так, сюда. Здесь тоже ничего, листовок никаких. Ну, в общем-то, первый этаж мы исследовали, побежали на второй. Тоже нифига. Так, камера. Боже мой, вообще ничего не видно. Темнотища. Так, эта камера не открывает. Он спокойно сел просто, как у себя дома. Посмотрите на него, а? Похоже на доску, в которой прикреплены фотографии пропавших без вести. На переднем плане вывешен новый лист, но на нём нет фотографии. Только имя. Паула Ламберт. Неужели у человека, который объявил её в розыск, не было её фотографий? Так, ладно. Секьюрити. Так, ну давайте сюда зайдём. Так, дверь в офис лейтенанта Кимбла. Нет, давайте сначала сюда. Это комната для улик. Наверное, там может быть что-то полезное, но мне нужно найти способ туда пробраться. Ладненько, пока не можем. Тогда давайте зайдём сюда. Постучаться. Ммм. Боже, это работа режиссёра невероятна в этой игре. Сэр, вы тут? Детектив! Говорите о дьяволе. И о Люциусе. Как мило. Что ты тут делаешь? Не волнуйтесь, я не стал раскрывать ваш маленький секрет, да и кто мне поверит? На самом деле, я надеюсь, что вы всё же измените свои планы. Джек. Джек, заходи. Та-та! Пока! Лейтенант. Доброе утро, детектив. Доброе утро, детектив. Как я вижу, ты всё ещё таскаешь с собой ребёнка. Планируешь усыновить его? Я подумал, что ему стоит присоединиться к классу, чтобы не отставать по программе, а также будет хорошо, если он останется со мной на некоторое время. Не пойми неправильно, но ты понимаешь, что, держа его около себя, ты не можешь вернуть сына. Я знаю, знаю, но я держу всё под контролем, не беспокойтесь об этом. Во всяком случае, что здесь делал этот парень, и почему рабочий стол внизу пуст? О, ты про Гэбриэла. Мы только что разговаривали с ним насчёт тебя и насчёт твоего дела. Этот человек им занимается, и мы приглядываем за мальчиком. Стол пуст, ибо Кэти ушла, как и большинство. Она сильно пострадала из-за дела Вагнеров. Она не могла больше оставаться здесь по причине всплывающих в её памяти воспоминаний. Что-нибудь ещё? Нет, больше ничего. Тогда иди и делай свою работу. У нас ещё много нераскрытого, и Национальная гвардия уведомила департамент о необходимости задержания девушки, которая могла проезжать город. Я хочу проверить, не скрывалась ли она в мотеле. Её имя... Не та ли листовка? Паула Ламберт. Высокая, привлекательная блондинка. Украла 40 тысяч у своего босса. Я разберусь с этим. Пойдём, сынок. Так, лейтенант Уильям Кимбл, начальник Джека, нужно быть аккуратнее с этим парнем. Встретил его в полицейском участке. Он разговаривал в своём офисе с Гэбриэлем, таинственным мужчиной в жёлтом пиджахе, который стал причиной аварии в ту ночь. Лейтенант хочет, чтобы Джек нашёл какую-то девушку, которую зовут Паула Ламберт. Она могла быть здесь проездом. Ну, наверняка мы её найдём. Запомни, дитя, Хесус не смешной. Найс, отсылка. Найс. Так, ну что? Вот. Взять. Что ж, побежали. О, мы можем теперь сюда пройти. Это комната для улик, наверное, там может быть что-то полезное, но мне нужно найти способ туда проникнуть. А, ясно. Всё ещё не можем, надо найти способ. Так, кто-то появился, мне показал женский голос. Да? Или? Не, видимо, меня глюкануло. Ладно, пойдёмте отсюда. Куда можно теперь пройти? Эээ, дом Гебриэля. Или закусочный. Можно вот здесь вверх, эээ, как-то зачекать. Да, можно сначала низ. Давайте сначала низ. Самые дальние уголки. Чтоб потом не бежать туда. А всё сразу сделать. Как раз зайдём к этому странному пареньку Гебриэлю. Ну, мы-то знаем, что он такое, эдакое воплощение, эээ, господа бога. Ну, то есть, вернее, эээ, его, его, короче, ангел, что-то типа этого, наверное. Вот, долго же нам бежать, блин. Да, пристань, потом ещё и церковь. В самой жопе эти локации. Один раз их откроем и сможем перемещаться. Прикиньте, вот надо было бы каждый раз бегать, если бы не было быстрого перехода. С ума сойти, какой был бы этот отстой. Просто ужас. И интересно, если побегать по вот этим пустым абсолютно локациям в виде поля, бля, и так далее. Смогли бы мы найти что-нибудь интересное? Я, конечно же, это проверять не буду, потому что это мука. Так, а вот, да, вот и его дом. Дом Гебриэля. О, музончик заиграл. А, и вон наш полубати. Погоди-ка минутку, неужели они уже продали дом? Довольно быстро. Раньше это было имущество семьи Айвора. Но его близкие решили съехать после того, что случилось. Ну, ты знаешь, похоже на то, что теперь здесь новый жилец. Пожалуй, нам стоит взглянуть и представиться. Можно я уничтожу ворону прям при тебе? Всё нормально. Ну, так круфишь, как быстро стекла. Никаких подозрений, вперёд. Начнём с гора... Ого, какой зашарпанный старый дом. Так, тут нихрена нет. Звоночек есть зато, смотрите. Новомодненько. Предыдущих не было. Этот дверной звонок выглядит куда новее, чем сам дом. Наверное, новый владелец установил его. Позвонить в звонок. Здорово, детектив. Приятно мной встретиться. Должен сказать, что не ожидал видеть тебя здесь. Ты и есть новый владелец. Какого хуя ты тут делаешь? Что ты хочешь? Ну, ты знаешь официальную версию. На самом же деле, я здесь, чтобы проследить за происходящим. Может быть, у меня даже есть какой-то скрытый мотив, чтобы вы, ребята, ещё раз подумали о своей роли здесь. Но, с другой стороны, я обещаю не вмешиваться. Босс любит людей, которые опираются на своё мнение, не придерживаясь чужого. Что-то вроде свободы воли, ты понимаешь? Уверен, что мы отлично справимся и без твоих замечаний. Спасибо большое. Пойдём, сынок. Соси. Всё это просто бессмысленно. Это не закончится так, как вы думаете. Джек прошёл через многое, а Люцифер любит питаться такими потерянными душами, как он. Окей, пацан. Тебе стоит пойти с ним. Я вижу, что ты ещё не готов принять Иисуса как своего друга. Увидим, будет ли... Будете ли вы хоть когда-нибудь, друзья? Хорошо, а обыскать его дом мы не сможем, правильно? Конечно, какой у нас безоэмоциональный Люциус. Просто малолетний посос. Белла из Сумерек, уже в мужском обличии, малолетнем. Гебрили, странный человек с завышенным самомнением. Гебрили недавно купил дом Айбера. Имущество в ужасном состоянии, вероятно, используется просто как прикрытие. Внутри может быть что-то интересное. Я бы и сам, блядь, догадался. Только как сюда проникнуть? Может быть, есть задний проход? Люблю задние проходы. Потому что я люблю какать. Когда какаешь, это особенно приятно. Не знаю, зачем я это сказал. Как мило! Так, хорошо, мы сюда не проникнем в данный момент. Мы идем на пристань теперь. А с пристани мы пойдем в церковь. Церковь тоже, конечно, на отшибе. Прям идеальное место для террористического акта. От господина Люциуса. Я уже жду момент, когда мы начнем наказывать людей. Да, я думаю, вы тоже. Когда мы начнем применять способности. Отрывать ноги. Убивать. Ну, мы же должны сеять хаос. А в конце-то концов. Так, надо пристань только... Нет. Не проглядеть. Вот здесь, наверное, спустимся в пристань. А вот там вот у нас церковь. А здесь дорога идет. Мы с вами сократим путь. Так, Люциус был скалолазом. Я его сводил на курсы скалолазания. Видали? Замечательно. Алле-хоп! Церковой Люциус. Какое же, блядь, мрачное местечко этот городок. Вообще не круто тут жить. Совсем. Так, ворона. Давайте разберемся с ней. А, нет. Нет. Не ворона, ладно. Рыбеха тут валяется. Здесь тоже ничего. Боже мой, пипец, как же здесь свет в этой игре. Видали? Просто жесть. Вот что значит устроить темную. Разработчики умеют играться со светом. В скобочках нет, не умеют. Что ты там делаешь, Ларе? Детектив, приветствую. Двигатель опять отказал. Прости, Люциус, но я не смогу взять тебя на рыбалку до того, как получу новый масляный фильтр. Понятно. Это намек. Ничего, все в порядке. Мы все равно сейчас заняты. Занят, я занят, ты занят. Мы все заняты, но мальчику нужно учиться выживать. Ему нужно научиться ловить рыбу, как истинный житель Уинтерхилл. Да-да, я знаю. Ну давай сориентируемся тогда, когда ты сможешь завести это. Я починю. Уже сказал Брюсу, чтобы он заказал несколько новых. Хорошо, приятель. Поговорим позже. Так. Ларри Фергюсон, городской рыбак, у него есть судно около пристани. Встретил его в доках, он не может взять на меня на рыбалку, пока судно поломано. Отсутствует мысленной фильтр. Интересно, где я смогу найти этот фильтр. Он говорил, что закажет его у Брюса. В общем, выделено красным, да, заданец, так сказать. Выделено то, с чем мы можем подсобить. Так, здесь вроде бы ничего. На самом деле подходящих размеров, чтобы сойти за тюрень или что-то подобное. Ха-ха-ха. Очень смешной юмор у старика, маразматик старый, блядь. Так, здесь ничего. Как скудненько-то у него все тут, да? Он живет тут, видимо. Хорошо. Так, наверх мы подняться не можем, да? Хотя там вот тоже что-то. А, не-не-не, смотрите, можем. Можем и сделаем это. Так, что тут? А то мы давно ничего интересненького не получали. Вот сумочку только нашли. Так, ну вроде бы все. Ладысики побежали в церковь тогда. Ты знаешь, парень, в этих заводах водятся акулы. Ого, как здорово, наверное. Как интересно. Акулы в этих водах. Потрясающе. Так, это что такое? Смотрите. А, блин, я подумал, что это рак. Когда она так лежала? Ставь, эээ, ставь плюс в комментарии под видео. Если тоже тебе показалось, что это какой-то рак. Минус. Еще одно сердечко, да, для полетов. Оно нам, надеюсь, когда-нибудь пригодится. Хотя здесь везде есть быстрое перемещение. Разве что для того, чтобы сократить куда-то путь или в принципе пробраться. Например, может быть место, куда мы не сможем пробраться, не используя полет. Правильно? Может быть такое. Потому что просто для перемещения по городу эта штука бесполезная. Хотя, кстати, надо ее, знаете, использовать-то зачем? Надо было не бежать, надо было полететь. Я совсем забыл об этом. Вот что надо было сделать. Вот зачем, вот зачем оно. Новые точки открывать. Закрывать. Церковь. Ах, так, ладно. Уинтерхилл. Суд нуждается в починке. Нужно найти новые детали для мистера Фергюсона. Церковь. Епархия Уинтерхилл мне доводилась иметь дело с парой священников отсюда еще в Данте Монор. Интересно, как церковь продолжила работу после такой потери. Тем не менее, стоит следить за этим местечком. Так, сюда мы пройти не можем. Крест, я должен осквернить его, если хочу стать... Да, вот. Перевернуть. Ого! Да, смотрите, меня наполняет что-то типа силой какой-то. Ух ты, блин. Один из четырех. Отлично, вот второй. Третий висит в кабинете у этого. Но мы не можем это сделать, потому что... Потому что он следит. Так. Опа, можем пройти, да? А еще есть... Нет, это не работает. Хочу обойти сначала эту церковь. А вот что интересное будет. Нет, ничего. Тогда сейчас пойдем... Опа, а, 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 смотри. А, это я через стенку? Комплект из Библии. Нужно скинуть их, чтобы набрать силы. Я должен подождать, пока они не... Пока они все осво... Это да, ребят, это через стенку. Бак. Вот это забавная херня. Короче, мы не только крестами можем становиться сильнее, а просто оскверняем все подряд. Что можно осквернить? Ого. Опять темнотища полнейшая наступила. Это мы, кстати говоря, не в церковь саму вошли. Это мы с вами в башню поднимаемся. Нихуя себе он завис. Самый большой крест в церкви. Он прикреплен к крыше четырьмя большими болтами. Нужен гаечный ключ, если хочу скинуть крест. Ух ты, наверное, нам за это очень много дадут. Много, но, надеюсь, не пиздюлей. Так, ладно. Жалко, что в церковь в данный момент проникнуть. Увы, возможности не... Понятно, нахуй разбились. Вот поэтому это называют... Вот поэтому они называют меня Алешей. Так. Хорошо. Хорошо. Свалка. Обрыв Джексонов. Но я так понимаю, нам надо в дом Гебрили телепортнуться. И оттуда я предлагаю использовать полет. Так, мы развернулись. Очень странно, кстати говоря. У нас работает GPS. Ага, во. Понеслась. Гулять. Летать-то, сука, тяжело. На свалку летим. В помойку. Кстати говоря, у нас Ворон и Люциус отдельно показаны. Боже, ну как же сделана дерьмовая эта игра. Я не могу. Так, свалка. Свалка вот... Вот она, да? Хорошо, опускаемся. Так. Хорош. Свалка заполнена в основном хламом. Ну, на удивление. Думаю, что здесь живет цифр. Отличное место и обмен нужными предметами. Обмен предметами? Да здесь торгаш даже есть местный, да? Как к нему пройти-то? Я застрял. Ага, знакомому Зонгс Игорь играет. Ага, вот оно. Хорошо. Наверняка на свалке где-нибудь можно найти этого. Демоненка-игрушку. Вон, кстати, стоит. Я могу отсюда даже с ним взаимодействовать. Офигеть. Так. Взяли. О, здравствуй. Тут рисую Леопонов. Это мое любимое животное. А какое же твое любимое животное? Держу пари. Что это? Лигар или, возможно, зеброид? Так, что я пойду... Блин, было бы забавно, если бы он казался каким-нибудь маньяком серийным, этот чувак, да? Давайте поговорим с ним. Мне все еще нужны кое-какие материалы. Если увидишь что-нибудь, что тебе нужно... А, не нужно. Принеси-то. Плоскогубцы. Я могу использовать для своих плоских губ. Я уверен, что если у этого хер такой, есть только у него богатство и у него влияние. Понятно. Процессор, который тут... Короче, всякое говно ему нужно принести. А, странный тип собирает мусор. Что-то странный принек. Он сильно заинтересовался моим фотоаппаратом. Сказал, что стоит строить что-то секретное и уже интересное. Я встретил его снова на свалке. Похоже, он и живет здесь. Ему нужен процессор от Magna Journey. Может быть, я смогу найти что-нибудь для обмена? А, вот, кстати говоря, смотри, гаечный ключ валяется у него. Но нам нужно что-нибудь для обмена. Например, фотоаппарат. Он же ему был нужен, а? Не? Нам нужно нажимать на эти штуки, нет? Ты что, не хочешь мой фотоаппарат? Что, может молочко будет, а? Может быть, странная штука вот эта вот? Бля, как будто я с ним не могу взаимодействовать, не могу понять. Нет. Может быть, батарейки? О, да, вот как это работает. А ну, давайте... А, он хочет за это что-то определенное, за это получить. Давайте обменяем батарейки на плоскогубцы. Идеально подходит, спасибо, я дам тебе плоскогубцы, но только если ты продолжишь искать Т12С3. А, у нас же есть, по-моему, она. Нужно исследовать гор для того, чтобы найти решение, наше сказать, в оба. Теперь батарейки у цифры. Сейчас ему нужно что-то под названием Т12С3. Не знаю, что это такое, нужно найти. Другие детали, если... Другие дети тоже коррекционировали какой-то мусор в своем секретном месте. Пойдем, у меня есть 12, по-моему, это вот он есть, да. Блядь, а как ему передать-то его? Вот, смотрите. Странная штука из металла, помеченная как Т12С3. Чувак, я тебе принес Т12С3, блядь. Очень странно, смотрите. Я просто, просто не понимаю. Это баг какой-то, что ли? Ты да. Может быть, я актив... Рано забрал это дерьмо? Ну, типа, раньше времени. Давайте мы сейчас попробуем. А я отошел немного. Окей, наверное, у меня баг. Может быть, после перезахода в игру я смогу что-то сделать с этим. Ну, а Т12С3 у нас есть, ладно. Так, здесь у нас что еще? Вот какое-то место есть внизу. Оно вообще никак не помечено. Давайте прям при нем убьем ворона. Взорвем его нахер. Абсолютно беспалевно. Так, а теперь идем просто вниз. Там какое-то лесное угодие или что-то типа этого. Прям хоть трупы зарывай тут. Эм... Дальше, да. Ага, смотрите. Какая-то непонятная хрень. Секретное место находится, я над собой. Интересно, кто его построил. А, так вот, может быть, дети здесь его должны... А почему-то мы там нашли что-то. Блядь, это очень странно. Так, секретное место. Может быть, теперь можно будет, а? Эээ, отдать ему. После того, как мы обнаружили смерть... Это смертельное, господи. Секретное место. Давайте возьмем. Не, нихрена. Ладно, это очень странно. Так, а куда нам теперь надо? А этот, Джексонов, давайте просто берем, вот здесь превращаемся прям при нем. Никто ничего не заподозрил, все нормально. Для них-то, для жилителей этого городка, это обычная ситуация. Особенность ситуации... А, нет, с камерой все нормально стало. Ебать, господи, твою мать. Как же тяжело управлять этим говнищем-то, а? Ил-24, блядь, штурмовик, симулятор. Что-то здесь... Подождите, что здесь? Обрыв Джексона. Хорошо, спускаемся. Витая проволока, с помощью определенного инструмента можно было бы отрезать от нее часть. Я знаю даже, с помощью какого. С помощью плоскогубц. Ого, как будто мы не проволоку режем, а детей. Такая музыка, кадры. О, там еще ворон рядом. Ни хрена себе. И как мы ее будем носить? А-а-а! Ого! Вот что мы сделали! Хах! Интересная ситуация. Согласны? Узнали? Там еще вторая мгновенно появилась. Так, ну и нахер нам это? Ну вот, вы видите, что-то должны были подстроить здесь. И сделали это раньше, опять же, времени. Так, давайте. Нахер его. Собираем сердечко, чтобы летать. Так, ну и пойдемте посмотрим, что за обрыв Джексонов. Кто бы это, кто бы на это не отвечал, на днях мой сын Дарек порезал руку, задев проблочную ограду возле дороги. Надеюсь, что кто-нибудь заменит проблоку чем-то более безопасным, ведь это и так, а-а-а, ведь все это так и напрашивается несчастный случай. Опа! Вот что мы сделали. Подстроили, да? Так, а у нас открылся здесь? Да, отлично. Хорошо мы с вами, э-э-э-э-э-э-э-э-э. Забрали всякое говно. Бесполезное местечко пока что. Единственное, что только вот это вот мы с вами здесь сделали. Так. Теперь в дом Морганов предлагаю отправиться. Полетели. Неужели, блин, птица здесь пригодилась, а? Просто в шоке. Хоп, и вот так вот Смотрите, тут кто-то стоит На, приветики, не обращай внимания Сейчас я уничтожу ворона при тебе Тоже не... Ты че слепая? Что с тобой? Папочка снова зол Дерек выбросил его бутылку Ебать батя нахуй, а смотрите Тот пришел Убирайся отсюда Никто не смеет трогать мою выпивку Если я снова увижу, что ты это делаешь, я выбью из тебя отсюда Тогда тебе придется долго ходить к доктору, гаденыш Наверное, он снова отправился в свое убежище Я хочу, чтобы мама как можно быстрее была дома А ты какого хера тут разнылась? Похоже, что придется снова выставить тебя на задний двор Уноси свой зад отсюда Нет, папочка, нет, только не задний двор Понятно Понятно Так, ну свое убежище, наверное, та секретная штука, да? Ох, главный пьяница города Отец Саманта и Дерека Его грехи видно издалека Всегда пьяный, сбивает детей Особенно после того, как они трогают выпивку Я бы тоже пиздил детей, если бы они мою выпивку трогали Дом семьи Морган Здесь живут Морганы Похоже на старую ферму, но они не особо заботятся об этом месте Так, Дерек Морган Он выбросил выпивку отца и убежал Похоже на то, что он просто хочет внимания Саманта сказала, что его Что-то о его убежище Возможно, я имела в виду домик на дереве А, домик на дереве Дерек Морган жестокий, аморальный ребенок Брат Саманты Морган Так, Саманта Морган Сестра Дерека Моргана Она на него не похожа И на самом-то деле довольно дружелюбная Я разговаривал с ней, когда ее отец вышел И оттащил ее на задний двор Может, мне удастся как-нибудь освободить ее оттуда Так, ну что же Так, а сюжет первый У нас мужчина на картине Но из корона в руки у него А, ну это да Это мы знаем Что ж, окей Окей, ребят, мы, наверное, на этом и остановимся Потихонечку становится интереснее Как бы странно это не было Мы с вами очень много всего изучили Вот сейчас вот так вот пойдем И вот так вот закольцуем все это дело И все, мы будем знать все И будет у нас перемещение просто по этим местам Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам И будем делать дела Очень-очень даже здорово Спасибо большое за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Пишите комментарии под видео Не забывайте подписываться также на группу ВКонтакте И приходить на наш канал на Твиче Там проходят прямые трансляции Ссылки на канал в описании под видео Как и на группу Мы там болтаем, угораем Смотрим всякое В общем, в лампу Проводим время Ждем вас там С вами был Серега Халье Не хворайте, не валите Всем пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова